Я бизнес-эксперт и сейчас преподаю в нескольких местах основу плакчейна, а именно в бизнес-школе RMA и в крипто-школе. И у меня свой курс в бизнес-школе RMA, который называется «Плакчейн-бизнес». Теперь хочу сказать, что, конечно, задачу передо мной организаторы поставили серьезную, за 20 минут попытаться рассказать то, что люди учат 5 лет в одном вузе, 5 лет в втором вузе и так далее. Но попробуем сейчас на Луну без ракеты взлететь. Потом целевая беда я буду рассказывать, как будто вы ничего не знаете. Я не знаю, какие у вас уровни по блокчейну. Будем считать, что начальник. Так, априорик. Пожалуйста, первый слайд. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о блокчейнах. Биткоин-эфириума я хочу сказать, что биткоин – это не только криптовалюта, а именно блокчейн, это протокол и это криптовалюта. То же самое эфириум. Блокчейн, протокол и криптовалюта эфир. Децентрализация, что такое майнинг, что такое хэш, что такое распределенные сети, что такое консенсус, proof of work, proof of state. Ну и вот последнее время. Да, вот она ссылка внизу. Метрополис и плазма. Следующий слайд. Один из немногих, кто разобрался, все-таки, что такое блокчейн – это Герман Греф. Он сказал, что блокчейн, технология – это идея такого же уровня, как интернет. Меня спрашивают, останется ли Сбербанк, когда эта технология разобьется, станет зрелой. Это большой вопрос. Какой из видов бизнеса вообще останется? Следующий слайд. Давайте дадим определение по Википедии. Блокчейн – это цепочка блоков по английски. То есть распределенная децентрализованная база данных. Следующий. А вот что такое распределенная база данных? То есть это база данных, составные части которых размещаются в различных узлах компьютерной сети в соответствии с каким-то критерием. Причем база данных могут как быть дублицированы, то есть дублированы, так и нет. Следующий слайд. Еще определение. Потому что их много. На самом деле я расскажу, какое правильное. Блокчейн – это построенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. А вот правильнее – это определение Ярослава Логинова, которое он вымучил, как говорится. Это выстроенная по определенным правилам цепочка с формируемых блоков транзакций с экономическим мотиватором обеспечения работы узлов. То есть это важнейший элемент. Многие говорят о частных, приватных блокчейнах, так называемых, которые блокчейнами не являются, где нет вообще криптовалют. Мы считаем, что именно вот это определение является самым важным. То есть должна быть экономическая составляющая. Дальше. Следующий слайд. Слайд следующий. Вот. Если вам кажется это слишком сложным, то, что я говорил, то я хочу сравнить блокчейн с книгой. То есть блокчейн – это вообще учетная книга-закция. И как в книге мы ведем записи, вот там учетной единицей является страница, так и в блокчейне. Но учетной единицей является структура, которая называется блоком. Следующий слайд. В чем еще аналогия книги и блокчейна? В том, что именно книгу нельзя незаметно вырвать страницу и сказать, что так и было. Так же и в блокчейне нельзя удалить транзакции, нельзя удалить блоки. Книга тиражируется, так же тиражируются транзакции на все ноды, на все узлы блокчейна. И книга легко проверяемая, легко аудируемая, так же и блокчейн. Пожалуйста, дальше. Ну то есть, какие преимущества? Неизменяемость, доверие, легкость аудита и легкость аудита. Дальше. Но я бы все же высказал самое главное. Чем блокчейн важен и почему-то плыхает. То есть, почему столько много разговоров. Потому что блокчейн революционно, революционно повторяю, устраняет недоверие между людьми и организациями. То есть, если мы говорили, что интернет – это новая парадигма информационная, то блокчейн – это новая парадигма доверия между людьми. То есть, он меняет парадигму человеческих взаимоотношений. А так же он, что важно для бизнеса, устраняет посредников и оптимизирует затраты. Следующий слайд. Ну вот, началось это. Я буквально пару слов, как это начиналось. Это началось с Сатоши Накамото, который отправил в 2008 году вот эту декларацию, которую вы видите на экранах, она называлась «Bitcoin – A Peer-to-Peer Electronic Cash System». Эта декларация, он написал о том, что эта декларация, вернее, этот меморандум, или хотите, по-современному, белая книга, она решает какую задачу. Она через это программное обеспечение, которое разработал Сатоши Накамото, можно делать переводы от одного субъекта к другому, минуя посредников. Это нужно вдуматься очень четко. Никогда раньше этого не было. Всегда существовал посредник в виде банка. И впервые в 2008 году было заявлено, что мы выбираем посредник в виде банка, нам он не нужен. В свое время на меня это очень сильное впечатление произвело, как не нужен. А как курс счета, как переводы, как свифт, виза, все вот это вот, все, туда уходит. Ничего этого не нужно. Дальше следующий слайд. Вот мы видим яблоко с вами. Смотрите, если мы в реальной жизни передаем от одного человека другому яблоко, там один субъект, второй, и материальный объект яблока. Все понятно, все ясно. Вот это нарисованное в цифре. Конечно, я можно передать с помощью электронной почты, но если под яблоком понимать некий цифровой актив, ну, скажем, возможно, деньги там, или другой цифровой актив, то, конечно, я могу размножить этот цифровой актив, растиражировать и раздавать его вам в большом количестве. Если материальная жизнь не одно, яблоко, вот оно у меня в руках, то в цифре это может быть растиражированная вещь. И второй момент, когда я передаю, есть куча злоумышленников, которые могут перехватить, просто перехватить эту передачу. Это одна из задач, которые решил блокчейн. То есть он смог решить, как нам передавать финансовые цифровые активы. Какие еще вопросы решал Затушина Камота, кстати, человек анонимный и неизвестный. До сих пор это задача византийских генералов, как создать распределенную децентрализованную сеть, как замотивировать участников сети, поддерживать ее, как прийти к консенсусу, как передать больше объема информации, как надежно зашифровать транзакции и экономика. Экономические стимулы. Да, задач много, и поэтому так долго не могли решить эту проблему, которую я обозначил. Эти проблемы, комплекс проблем. Давайте разберем каждую. Задача византийских генералов. Следующий слайд. Суть задачи, это математическая задача, которая заключалась в том, что, с посылом в историю, о том, что при Византии, которая находилась в упадке, все-таки она атаковала противника, были созданы подразделения во главе с генералами, и был главнокомандующий. Проблема, задача была в том, что часть генералов была предателями, и возможно, возможно, и главнокомандующий был предателем. Задача была победить, захватить крепость неприятелем. Есть три варианта решения этой проблемы. Первый. Все атакуют, крепость захвачена, все победили. Византия победила. Второй решение. Все отступают одновременно. Промежуточный вариант. Не победили, но армия осталась целой. И третий вариант, самый плохой, это когда часть атакует, а часть отступает. Тогда неприятель атакует и побеждает Византию. Вот, когда решали, конечно же, это с проекцией на создание сети, когда решали эту проблему, то пришли к выводу, что когда, если главнокомандующий предатель, то у Византии нет шансов. Поэтому, когда создавалась система блокчейн, было признано, что она должна быть децентрализованной, что в ней не должно быть точки отказа, не должно быть вот этого одного входа, главнокомандующего, который не дает шанса решить задачу. Следующий. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, децентрализация. Первое свойство блокчейна. Второе. Как создать распределенную сеть? Она нам известна. Это торрент пир-то-пир-сеть. Пир – это равный, равный к равному. Это когда нету главного центрального сервера. Вот сейчас как интернет работает. Это есть центральный сервер, мы к нему обращаемся, на нем размещены, на хостинге размещены сайты, и мы смотрим. Если центральный сервер открылся, значит, мы не можем доступ иметь. При скачке в торрентах, вы знаете эту систему, все прекрасно, пир-то-пир-сеть. Там в разные моменты каждый компьютер может быть то сервером, то клиентом. То есть клиентом и сервером одновременно в зависимости от задачи. Следующий. Далее. Чтобы понять блокчейн, нужно некоторые термины криптографии понять. В блокчейне используется Secure Hash Code алгоритм 256, то есть хэш-пункция, которая помогает эти большие объемы информации, которые нужно записывать в блоке, уменьшать и делать их совсем маленькими. в виде хэш. Например, вот здесь приведен пример хэша романа Льва Николаевича Толстого «Война ими». Вы знаете, четыре тома больших. Вот здесь внизу показан хэш его. Дальше. Следующий слайд. Итак, у нас есть централизация peer-to-peer-сеть, связанная у нас есть возможность записывать блоки транзакции, кто и как будет их формировать. Как замотивировать сеть, чтобы они формировали блоки. Вот для этого был придуман тот знаменитый майнинг, о котором столько много сейчас шума. Что такое майнинг? Майнинг – это добыча по-английски, да? То есть деятельность по поддержанию распределенной платформы. И создание блоков с возможностью получить вознаграждение. То есть на самом деле майнеры думают, что они зарабатывают деньги, они в этом уверены. На самом деле изначальная задумка была в том, чтобы они именно были замотивированы для того, чтобы создавать блоки и именно создавать сеть, в первую очередь ее поддерживать и создавать блоки с транзакцией. Следующий слайд. Что такое майнинг? Как процесс майнинга происходит? На самом деле по большому счету это довольно бессмысленная вещь. То есть у вас есть программное обеспечение, любой из вас может зайти, скачать программное обеспечение со всеми блоками, начиная с самого первого Genesis блока и начинать майнить с помощью программного обеспечения. Что там в этот момент происходит? Ваше программное обеспечение, ваша нода, есть полная нода, нода это полное программное обеспечение начиная с самого первого блока, с Genesis блока. Есть light ноды, это просто информация о том, что происходит в сети биткоин. Мы сейчас все время говорим о биткоине как о главном блокчейне, с которого все началось и который является основополагающей во всем параметрам. Так вот, первая нода, ну, есть такое сравнение, как будто вы бросаете косты, это лотерея на самом деле. Первая нода запустила свою мощность, искала-искала этот нонс некое число, которое подставляется в хэше, числовое значение должно быть меньше, которое задано в программном обеспечении. Называется это число difficulty target. То есть вам нужно найти некий хэш, некое числовое значение хэша, которое ниже заданного. И первое не нашло, второе нашло, третье, как бы, искала-искала благодаря своим мощностям, благодаря тому, что у них больше мощностей, а этот майнер или майнерский пул находит необходимую хэш, необходимое нонс, вот это число, благодаря которому находится difficulty target. Все, он выиграл. Он единственный из 7500 нот по всему миру выигрывает. и получает за это 12,5 биткоина. 12,5 биткоина, если грубо по 10 тысяч, это 125 тысяч долларов, майнер получает за то, что он выигрывает в этой лотерее, в этом переборе. И это называется, а, да, он выиграл, но это еще не все. в течение 10 минут, следующий слайд, пожалуйста. В течение 10 минут нужно прийти к консенсусу с теми, кто с другими нодами. Не менее 8 нод должны подтвердить, что именно эта нода, которая выиграла, что она все сделала правильно, что была проведена работа. Proof of work. Доказательства работы. То есть они должны подтвердить, что именно эта нода, а не какой-то злоумышленник зашел со стороны, что эта нода сделала работу определенного провела, то есть нашла необходимые нолсы, нашла необходимый хэш. Они подтверждают это, и это все длится 10 минут, поэтому, конечно, минусов достаточно в классическом биткоине, в классическом блокчейне биткоин. Но вот это консенсус Proof of work является тем, единственным, наверное, что придумал Сатоши Накамото, остальное он скомпинировал у других, взял, что другие эти технологии разрабатывали. Дальше, следующий слайд. Так как у нас вот этот truth, вот этот консенсус является затратным и довольно-таки имеющим довольно большие недостатки, то, конечно, разрабатываются другие консенсусы. Одним из серьезных консенсусов является Proof of stake. Есть delegated Proof of stake, есть leasing Proof of stake и так далее. Proof of stake это доказательство доли. Если там нужно доказать, что ты работал, что твои мощности нашли необходимый хэш, то здесь ничего доказывать не надо, ты побеждаешь, если у тебя больше денег. Ну, как наш мир устроен, так и устроен на этот пост. Proof of stake. Дальше. Надежно защищать информацию, потому что много людей пытаются влезть и в общем-то эту информацию изменить, украсть. Мы видим про атаки, про дос-атаки, про спам и про форки, хард-форки. Форк это ответвление, хард-форк это откат назад. То есть куча всего происходит, но это было бы еще более мощно, если бы не существовало фиширование, о котором мы говорили, и не существовало асимметричной системы защиты информации. Не хочу сейчас на этом останавливаться мало времени, но я хочу просто зачитать, что такое вообще монета цифровая. Цифровая монета это по сути последовательность цифровых подписей. Что же понимать, это никакая не металлическая, не бумажная, это подписи цифровые. То есть каждый держатель переводит монету следующему владельцу, поставил свою цифровую подпись и открытый ключ следующего владельца. Вот получатель может проверить достоверность подписи и убедиться, что данный биткоин действительно переходил от одного владельца к другому. Следующий слайд. экономика. Понятно, что во всем должны быть экономические стимулы, а именно криптовалюта. Криптовалюта это то, что участвует в процессе биткоина, в процессе блокчейна, что является вознаграждением либо частью оплаты за транзакции. Есть еще другая экономическая термин токен. токен не участвует в мотивации, но именно в самом бланчине, в майнинге, в форжинге он является заменителем денег, он является шетоном, он является бонусом, скидкой внутренней монеты проекта. Есть токены приложений, кредитные токены, токены акций, но сейчас работающие в ICO только токены приложений. Дальше. Конечно, вот эта вся система, которую я рассказал, которая еще раз давайте повторим, она децентрализована, распределена peer-to-peer, в ней существует мотивация в виде майнинга, и в ней существует экономический стимул, а именно криптовалюта. Вот эта цепочка всех свойств является блокчейном. И когда нам говорят о том, что существует централизованный блокчейн, про криптовалюту много разговоров, это не блокчейн. Когда нам говорят что существует без криптовалюты что-то, без экономического стимула, это тоже не блокчейн. Можно называть распределенным реестром, распределенный реестр известный более 40 лет. А именно вот такая система, о которой я рассказал, в которой эти именно свойства, она является настоящим блокчейном. Но эта система имеет очень серьезные недостатки. Мы видели, первое, это длительность транзакции, около 10 минут нужно ждать, пока транзакция пройдет. Второе, это, конечно, дорогие вещи, то есть дорого стоят. Поэтому идет совершенствование. Сатоши оставил команду разработчиков во главе с Андерсеном, которые являются, следят за этим. и другие разработчики подключаются. И вот была создана очень интересная Lightning Network. Это то новое, что недавно появилось и очень ускоряет, удешевляет биткоин. А именно, что такое Lightning Network? Это канал, платежный канал между получателями и отправителями платежа. То есть вместо того, чтобы записывать все в большой блокчейн, мы как бы вдвоем удаляемся, в сторону отходим, так называемый сайдчейн создаем и друг с дружкой в стороне решаем все проблемы. Мы переводим деньги туда, сюда. И это все не записывается в основной блокчейн. Записывается только, запись идет только по открытию канала платежного. И когда мы, например, решили закрыть эту копилку, которая там получилась, уже раздребальность, тогда мы закрываем этот канал, так это тоже запись сделает. Это резко уменьшает количество записей, увеличивает пропускную способность сети и ускоряет абсолютно это. Почему нетвум? Потому что таких платежных каналов друг с другом создается много. И мы можем, например, вот первый человек со вторым имеет платежный канал, а второй с третьим. но первый с третьим не имеет. Так вот, отправляем указания второму, можно переводить третьим. Поэтому это сеть, network. То есть она уже разрастается и она действительно изменит конфигурацию блокчейна биткоин, которая ускорит и улучшит само прохождение транзак. Дальше. Следующий. И про эфириум. Говорю эфириум, за ним. Канадский программист был вывезен из России родителями. Он создал сначала журнал, у него был биткоин-нагазин, а потом он был приглашен на работу людям из биткоина. и он сказал, что сообщества биткоина неправильно подошли к решению проблем. Они стремились делать отдельные приложения и пытались охватить каждого. А он создал универсальную вещь. Следующий слайд показал. Он создал виртуальную машину ЭВМ так называемую, которая позволила сделать полный по тьюрингу программное обеспечение, то есть то, которое позволяет любое на любом языке программирования программировать приложения. Следующий слайд. Ну и самое главное, конечно, одно из важнейших вещей, хотя я в свое время придумал Ник сам, но он внедрил в блокчейн я имею ввиду бутерин, внедрил смарт-контракт, но он развил и создал эту систему. Что такое смарт-контракт? Это речь, которая изменит мир, она изменит само предпринимательство, это электронный алгоритм, описывающий набор условий, выполнение которых влечет за собой некоторые события в реальной цифровой системе. То есть есть некий код, который в нем при реализации его не исключается, в смысле исключается человеческий фактор, контракт, и это самое важное. Грубо говоря, блокчейн с помощью умного контракта убираем ненужные факторы в виде человека, это многие вещи упрощает и убирает проблемы многие, которые рождаются от человеческого несовершенства. Следующее. Ну вот примером, как работает умный контракт, теоретически пока пример, потому что если вы увидите Росреестр, посередине, как работает контракт, умный контракт на сделки по недвижимости. То есть умный контракт это программа, которая сама может найти продавца, сама может найти покупателя, которая просто их положит деньги на свои кошельки и которая сама оцентрует договор, проверит, сделает валидацию в Росреестр и правильно принадлежит данная недвижимость такому-то человеку. Затем все проверив, умный контракт сделает перевод недвижимости другому человеку, переведет и деньги переведет от одного другого. То есть вот этот полный цикл, говорят, люди договариваются, после этого они могут уезжать на рыбалку, а все остальное делает умный контракт, начиная от оцифровки от самого контракта заканчивая переходом денег. Не банк, ну здесь нужен Росреестр в виде государства, которые должны участвовать в этой системе. Поэтому это пока теоретически, хотя ВТБ уже говорит, что первые сделки на блокчейне с недвижимостью были. Следующий слайд. Дальше, следующий слайд. вот пример кода умного контракта, плохо видно, но в общем-то мы должны понимать, какие будут в будущем юристы и что они должны знать, когда они будут работать с контрактом. Скорее, это программисты они, юристы. Следующий слайд. Ну, тут два слайда буквально осталось. Я хочу сказать, что про эфириум, эфириум тоже совершенствуется. Мы знаем многие проблемы, которые были у эфириума. Вот сделал хардфор, то есть апгрейд метрополис, так называемый, который разделен на два, на Константинополь и Византию. И первый этап апгрейда прошел в эфириуме. Очень важная вещь. Бутерин хочет перейти с очень неэкономичного Proof of Walk на Proof of State. То есть для этого были многие вещи деланы. Девять патчей, девять усовершенствований. То есть там было улучшение защиты от атак, исправление проблем со сложностью, уменьшение вознаграждения с байнером и увеличение скорости транзакции. Все совершенствуют блокчейн. Я думаю, что скоро догоним визу по количеству транзакций в секунду. И последний, по-моему, предпоследний слайд. Следующий. Следующий слайд. Ну, по плазме очень важная вещь, что конфигурация будет меняться эфириума. То есть аналог Lightning Network Riding, так называемый, тоже та же самая сеть платежных терминалов, потому что Lightning Network в биткоине и разработчик этой сети один и тот же. Конфигурация будет меняться. И что такое плазма? Плазма это набор смарт-контрактов. И сейчас не нужно будет скачивать каждый раз смарт-контракты, а вы можете, ну, эта идея пока не реализована, но будет реализована бутерином. Вы можете просто направить фиатные деньги на контракт, получить вместо этого плазмокоины, так называемые, и дальше, получив индекс, отслеживать только свои транзакции. И все остальные транзакции вас уже не будут волновать, которые в основном в коренном блокчейне будут находиться. В общем, это вещь, которая улучшает работу, ускоряет работу блокчейна. И следующий слайд. Следующий слайд, я уже рассказал. Ну, это использование блокчейна в разных индустриях. Если кому интересно подробнее, пожалуйста, подходите, могу рассказать. И последний слайд. Блокчейн в будущем наступило сегодня. Спасибо.